Приветствую вас! Давайте разберем ваши вопросы. Что мы с мужем 6 лет, детей нет. Свекровь уже лет 20 в разводе. И замуж больше не выходила. Как только мы с мужем начали видеть квартиры, квартира тоже свекровен. На тот момент она жила в своем доме. Свекровь продала дом, купила соседнюю квартиру через стенку. Года три бегала по данному поводу к нам. Все не до меня стояло, то тут тыльная, то сыночка восстает, что в холодильнике у меня пусто. Я пригласил мужу взять в ипотеку свою квартиру, так как мама его не согласна на продажу той, в которой мы живем. Аргументы все не те, все не те, видите ли. Не очень понятно, если что вы имеете ввиду. Я не знаю, как донести мысль для мамы, что нам нужно жить отдельно. Я не уверен, что мой будет стоять в этом своем решении, потому что привык делать так, как ему сказали. А маму он очень хорошо слушает. Я прекрасно понимаю, что ситуация усугубляет. Скажем разом, если я рожу внуков, будет еще хуже. Как поступить? Как поступить, чтобы что, если вы про то, чтобы донести что-то маме? Ну, мужа. Вот. То я боюсь, что здесь вы в какой-то степени в пролете, потому что маме вы ничего не донесете. с точки зрения вашей позиции, вашей позиции, на что бы я обратил внимание, это на несколько факторов. Первый фактор, это то, что почему-то вы рожаете внуков, а не своих детей. То есть, как будто бы дети, точнее люди, которые родятся от вас, они как будто бы уже априори принадлежат маму. Ну, в смысле, свекрови. Почему так? Как вы приходите к такой мысли? Не совсем. Понятно. Но это важный аспект. Почему внуков родить? Дальше. Да. Ваш муж на самом деле человек зависимый. Это правда. То есть, он на самом деле привык делать так, как ему скажут. Это правда. Но, во-первых, вы выбирали, вы выбрали такого мужа. И вы, судя по всему, принимали его свою кровь. Если вы своего мужа любите, вам и дальше нужно его принимать таким, как он есть. С другой стороны, не просто так, вы совершенно откровенно конкурируете с его мамой. Это именно конкуренция. здесь есть некоторая неуверенность в себе, с одной стороны. Которые являются компенсацией того, что, скорее всего, вы стремитесь все контролировать. И стремление к контролю всего в данном случае является следствием того, что с мужем вы ведете себя так же, как его мат. А вам желательно вести себя не как мат, а все-таки как женщина. И как женщина, как женщине, точнее, я бы так это сказал, как женщине, вам имеет смысл учиться выражать свои желания, свои потребности, учиться говорить о том, чем вы хотите, в том, что вам важно, в том, что вам нужно, и так далее. Если этого не делать, то, каким образом ваш муж поменяется, каким образом ваш муж поменяется, станет другим, каким образом ваш муж будет вести себя иначе, это невозможно. Но возможно, только в том случае, и только тогда, когда вы измените свое поведение. в том, вот это, то, что я бы хотел вам сказать. То есть, я понимаю, что вы хотите изменить ситуацию, что она вам не нравится, и было бы странно, если бы она нравилась вам. вам. Но менять что-то в первую очередь нужно начиная с себя, а не других. То есть, если мы говорим об изменениях, ваших, например, ну, изменениях, связанных, вот, с, как сказать, если мы говорим про изменения, связанные, вот, с, ну, вашей жизни, такой, вот, я бы так вот выразился, ну, выразился, вот, что это вопросы именно о том, как вы меняете свое поведение, как вы, как вы, можете, ну, 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 как вы можете его, его, его изменить. вот это, на что я бы, хотел, обратить, обратить, ваше внимание, сейчас, с точки зрения, психологии, с точки зрения, психотерапии, и так далее. А, вы же, на мой взгляд, заняли позицию, крайне деструктивную, вы заняли позицию, такую, что, нужно, именно, донести до мамы, мы с вами, как будто бы, нужно разрешение, вам, как будто, как, вам, как будто бы, нужно, разрешение мамы, чтобы, ну, жить, в, отдельном, вот. Ну, мама, она, в этом смысле, прекрасно эту историю чувствует, вот, и, чувствуя, чувствуя, что, вы нуждаетесь, вот, в, ну, вот, в, в ее, в ее, в ее разрешении, грубо говоря, она, и ведет себя, соответственно, очень, вот, потому, что, вот, что, вот, чувствует, что, вот, ну, вы, вы, зависит, от нее, в этом смысле. А вот, наверное, то, что, я бы хотел вам сказать, сначала, с точки зрения, психологии, с точки зрения, психотерапии, на этом, все, я надеюсь, что, вам, это было, полезно, и интересно, я желаю вам, всего, самого, доброго, я желаю вам, всего, удачи, и надеюсь, что, ситуация будет, разрешена, самым лучшим образом. успехов вам.